И говорил, неандертальцы все будут белые пусть. Вот они старательно рисовали. А потом только книжка вышла, и тут же пошли эти другие анализы. Оказывается, они все были черные, елки-палки. Он по-другому, конечно, там работает у него голова, да, но он, тем не менее, человек. Потомки вот этих всяких нелегальных межрядовых связей. Скуфы, скуфы. Вот это еще не опубликовано, это большой-большой секрет. Пришел неандерталец, так вот сел, так как бы встал, и дальше пошел. Можете догадаться, на что это похоже? На попу. Вот такого вот диаметра. Большие объемы, они просто эффективнее, чтобы не замерзнуть. Этой находкой мы показываем, что они могли. Они все способны на вот изобразительную деятельность? Или только вот нашкрябать там 20 насечек подряд? Это там Леонардо да Винчи и Микеланджело, и все в одном лице, как бы. Какой-то вот мегагений. У нас там и другие сенсации есть. Хорошо замороженный, красивый дядя. Есть желание избавиться от этого трупа. И зачем этот глухарь, да, там разбираться, что там 40 тысяч лет назад было? Вот поэтому, если вдруг кто будет шариться по тайге и найдет этот труп человека, несите мне. Дорогие друзья, сегодня наш подкаст снова на выезде. Легендарный антрополог Станислав Дробышевский любезно пригласил нас в научно-популяризаторский центр своего имени. И сегодня здесь мы обсудим самую настоящую научную сенсацию. Станислав, здравствуйте. Рад вас видеть после такого большого перерыва в нашем общении. И, соответственно, мы сегодня... Наш главный герой — это вот эта загадочная, удивительная кость, обнаруженная в Хотелево. Значит, инфоповод какой? Обнаружена кость в захоронении у неандертальцев. Не захоронение. Не надо. В археологическом комплексе, где неандертальцы были. И эта кость расписана. То есть этого раньше неандертальцы не делали в нашем представлении. Вот. Подобных открытий вообще очень редко бывает и мало. Так открытий не было вообще. Ну, я говорю, подобных. Не конкретно про неандертальцев. Да. И, соответственно, все-таки давайте начнем с того, кто такие были эти замечательные товарищи неандертальцы. Потому что до сих пор, я так понимаю, нет единого понимания. Это другой вид человека или это подвид человека? Нет, с пониманием все в порядке. Неандертальцы нам известны очень хорошо. Благо, не так давно они жили. Ну, то есть это последний вид, кроме нашего. Остались только мы на данный момент. А еще 30 тысяч лет назад последние неандертальцы там и сям бегали. Ну, появились они где-то от 200 до 130 тысяч лет назад из предыдущего вида хомо гейдлебергенсис. Были такие люди гейдлебергские. И потихоньку, помаленьку. Ну, поэтому такая расплощенная литровка от 200 до 130. Потому что можно считать каких-то там конкретных черепа. Либо очень поздними гейдлебергенсисами, либо очень ранними неандертальцами. Но так или иначе они появились. Появились они, судя по всему, в Европе. А потом это не помешало им расселиться и на Ближний Восток, и в Азию, вплоть до Алтая. Где они уже пересекались с денисцами, которые отдельная история. И, собственно, неандертальцы. Это люди-люди. Вполне себе. Такого же примерно роста, как мы. Ну, может, в среднем чуть пониже. Но не то, чтобы какие-то там особо не расходы, нескорослые. Но очень-таки брутальные. То есть у них были очень широкие плечи, мощная грудная клетка. Голова, видно, да. Ну, вот если челюсть убрать, чтобы как бы одно впечатление было. Вот этот современный человек, это неандерталец. Ну, есть некоторая разница. Ну, может, конечно, тут не самый крупноголовый современный человек. И это очень большой неандерталец из Амуда. Но, тем не менее, они все такие здоровые. Вот у меня там за спиной тоже из Леша Пелесиен. Ну, он такой же, на самом деле, здоровенный. И они были вот мощные. У них два слова в описании везде и всюду звучит. Расширенность и массивность. И в культуре они крайне любопытные. Ну, как любит повторять Александр Очередной, который вот начальник экспедиции в Хотелево, что неандертальцев очень интересно изучать, потому что ничего не понятно. Вот когда карманетцев изучаешь, все ясно. Ну, в принципе, вот у них здесь жилище, здесь пища, здесь орудие, здесь еще что-то там, хранилище какое-нибудь. Ну, все как у нас, по большому счету, да. Что мыслили, что хотели, все очевидно. А у неандертальцев ничего не понятно. За что они какое-то дичь творили? Зачем, почему вот они сюда ссовались? Как бы ничего не разобрать. То есть до сих пор непонятна логика их устройства поселения или что? Нет, ну, она как бы в целом-то понятна, но она не такая, как у сапиенсов. То есть у них планеграфии нормальной почти никогда нету. Она все время какая-то такая смазанная. Ну, конечно, они давно жили там, в принципе, трудно это распознать, но тем не менее. И самое тут как бы непонятное, это, что как они вот именно жизнь проводили. Потому что современный человек, ну, вот сколько-то времени он занимает времени на какую-то полезную деятельность, а остальное время он развлекается так или иначе. У нас есть символическая деятельность. А у неандертальцев оно вроде как и есть, но все в каком-то вот недоделанном виде. То есть у них есть украшения, ну, штук 20 там на 100 тысяч лет бытия. У них есть погребения, но всегда они одиночные, всегда скорченные на боку и в очень маленькой могилке. И всегда без инвентаря. Вот, и были ли у них там какие-то обряды погребальные или нет? А охры это не они посыпали? У них ничего не посыпано. Вот у сапиенсов как раз посыпано. У сапиенсов там что только не бывает, там сидячие погребения, стоячие погребения бывают. Ну вот, и охры там, и как угодно, там с бусами. У неандертальцев никогда. У неандертальцев были обряды, они известны в принципе. Но тоже там штук три на вот там 100 тысяч лет. И как-то вот все бедненькое, бедненькое. Украшения, ну, я про них, по-моему, уже говорил, да, тоже там супер-мега редкие. И вот эта вот царапулечка, с которой вы начали, которая не расписана вовсе даже, она царапана именно что? На кости мамонта, ну, скорее всего, мамонта, там, трудно сказать, конечно, она обломанная, но сильно уж здоровая кость. Кремневым резцом накорябана была вот такая вот загогулинка, а по бокам скобочки, а потом еще скобочки. И мне лично в этом изображении видится мамонт. Ну, это мне видится. Что хотели сделать неандертальцы, вопрос. Но важно, что это именно изображение, то есть это картинка. Потому что, во-первых, они поверхность кости специально подготовили, они ее зашлифовали. А потом, когда уже накорябали все это дело, они специально все это сломали. Они целенаправленно обломали края. То есть она не просто плохо сохранилась, они прямо сломали и положили вниз изображение. Ну, может, конечно, случайно так упало, в принципе, тоже может быть. Но по факту лежало вниз изображение. И вот у них такое единственное на планете Земля. Больше нет вообще. То есть круче они не сделали. Другие подобные примеры, это какая-нибудь там кость и просто ряд параллельных насечек. Ну, это, может быть, они там ремешки резали из кожи и получились насечки. То есть это, своего рода, такой неандертальский айфон по уровню. Это просто не айфон, это там Леонардо да Винчи и Микеланджелло, и все в одном лице. Какой-то вот мегагений. Но тут важно, что это сделано не для пользы дела, а потому что душа просила. И вот, собственно, сотворили. Может, он что-то нарисовал, положил, и, значит, мамонту будет убит. Ну, тут мы можем догадываться, что угодно. Там можно увидеть при желании бизона и лошадь, и рыбку, и там все, что хочешь, там, елку. Еще вопрос, как повернуть вообще, с какой стороны он смотрел. Как бы он, может, там этими полосками в другую сторону любовался. Так что там вопрос, что хотел сказать художник. Но главное, что у него были какие-то мысли в голове. Но показательно, что у сапиенсов таких мыслей каждый раз много. То есть мы приходим, вот там у нас в двух километрах от Лева-2 стоянка. Там карманьонцы нормальные, гравецкая культура. И там этого добра завались. Там пять статуэток целых, там с небольшого аэроскопа, по большому счету. Ну, там вот какое-то помещение примерно, да. И там пять статуэток. И они синхронные по времени. Они все синхронные. Еще там куча каких-то маленьких вещей, там какие-то эти орнаментированные кинжалы, и там что-то такое нету. Ну вот, то есть у карманьонцев это обычное дело. Ну, даже вот у меня, да, вот мы вот там нарисовали на руке. Вот, у вас там тоже вот колечко на пальчике, да, тоже украшалка, так или иначе. Ну вот, то есть, ну, хотя вот вы минимально как бы декорированы, ну и то, что тогда есть. А у неандертальцев почти никогда супер-мега редко. Поэтому вот мышление вроде наше, а как-то вот не наше на самом-то деле. Дорогие друзья, мы находим самых лучших спикеров. На сегодняшний день, когда снимается этот подкаст, у нас уже почти 16 тысяч подписчиков. Мы вам очень благодарны. Мы вас всех очень любим. Поддерживайте нас подписками, комментариями, лайками. Можете писать комментарии. Даже ругательные, мы все их очень ценим. Биологически они все-таки, это отдельный вид или это подвид человека? С этим тоже вопросов уже давно нет, на самом деле. Вот эта борьба концепции, да, там, вид, не вид, подвид, она была очень модная в середине 20 века. И, собственно, в учебниках до сих пор там, да, отзывается таким эхом. Но вообще это как бы не вопрос, потому что это палеонтологические виды. То есть мы с неандертальцами разъехались как минимум на 800 тысяч лет. Ну, вот по времени возникновения. А скорее всего, и там больше миллиона, там, миллион 300 примерно. И за это время генетических отличий накопилось столько, что мы без проблем отличаем, кто неандерталец, кто кроманьонец, по черепушке и даже там бедренные кости, на самом деле, в общем, без особых сложностей. Вот, но мы из-за палеогенетики, из современной генетики знаем, что метисация таки была. Вот. И к нам от неандертальцев приехало примерно 2,5% нашей изменчивости. Ну, вернее, не изменчивости, вот не так я сказал. 2,5% примеси. Да. Вот так вот. При том, что различия генома, они на самом деле не такие прямо значительные. И плодовитые гибриды могли быть, но генетики говорят, что, судя по расчетам, была очень большая вероятность рождения стерильного потомства. То есть, особенно для мужиков. Вот родившиеся мальчики с большой вероятностью были не плодящиеся. Вот. Но кто-то был уплодящийся. Это вот момент развилки, получается. То есть еще чуть-чуть это были бы прям вообще хорошие виды, что вообще бы не скрещивались. Вот. Но вот не дошло. Там, не знаю, еще там, не знаю, 500 тысяч лет, допустим, да. И поэтому могли иногда скрещиваться. И примесь есть. Поэтому считать их видом или подвидом – это личное дело каждого. То есть это просто вопрос, как мы будем писать. И вот в 20 веке долго упорно спорили, да, и там бодались, и там какие-то цифры приводили, и все такое. А сейчас все успокоились, какая разница. Ну, если писать «homo sapiens sapiens, homo sapiens neandertalensis» или просто «homo sapiens, homo neandertalensis», вопрос только вот в экономии бумаги. И зачем нам писать длиннее, если можно писать короче. Поэтому пишут «homo neandertalensis», как будто он отдельный вид, потому что, ну, различия есть, и как бы они очевидные достаточно. Ну, тем не менее, смешение было. А с другой стороны, между видами животных, млекопитающих, в том числе, межвидовые гибриды, плодовитые – это вообще обычное дело. И среди приматов тоже. То есть полным-полно, обычное дело. Подождите, я знаю только два. Между макаками, между мартышками, между какими-нибудь там игрунками, между гиббонами. Есть межвидовые гибриды, которые плодовитые. Там, допустим, две макаки смешиваются, получается, потомство. Он, скорее всего, с третьим видом макаки, и получается еще плодовитое потомство. То есть это не вопрос. Вопрос в сходстве хромосом. А внешние различия есть, мы их видим. Если жестко придерживаться вот этого принципа, что кто не скрещивает, тут разные виды, кто скрещивает, тут один. У нас видов будет мало вообще на самом деле. Вот у нас межродовые гибриды есть. У нас, я не знаю, там, коровы с тутными зубрами скрещиваются без проблем. Но они оба босс-род. Это все-таки вид. Нет. Бизон – это бизон. Коровы – это босс, а бизон – это бизон. Это два разных рода. Это межродовой. Ну, или надо их тогда в один вид или в один род, как минимум, пихать. Ну, межродовые гибриды у орхидеи есть, у лягушек там. Это вообще обычная вещь. Нет, то, что у рыб, у растений, у лягушек – это да. Это понятно. У млекопитающих тоже. Я думаю, из-за этого, в принципе, переживать не надо. Скоро же теорию Дарвина собираются отменять. Вот касательно явно бросающихся в глаза различий в размерах хранилища мозга. Я вот человек неглупым себя считающий, да, и у меня голова явно меньше. То есть в среднем неандертальц, получается, умнее был. Не факт. Потому что, во-первых, и для современного человека размер мозга прямо с интеллектом никак не связан. То есть в эволюционном масштабе, если мы там посмотрим на миллион лет, да, то связь есть. Ну, иначе бы у нас мозг не рос вообще там с островопытыковых времен. Или там раньше еще даже. Но это именно потенциал. То есть вот большой мозг, это лучше потенциально, чем маленький. В нем можно больше информации загрузить. Но сколько в реальности туда будет загружено, зависит уже от обучения, образования, личной там истории, жизни, опыта и всего такого прочего. Поэтому мозгов-то у них было много. Но сколько они его загружали, и какое было устройство, вообще еще важное устройство. А все-таки они от нас разъехались миллион лет назад. Ну, там плюс-минус. И за миллион лет у нас могли возникнуть какие-то классные мутации, которые улучшили там нейромедиаторы, синапсы, там какие-нибудь дендриты, еще что-нибудь такое, да, там какую-то микроглию. И у нас мозги могут при меньших размерах лучше работать. Ну, раньше у нас компьютеры были там в три этажа с лампочками, да, а теперь у нас он в кармане помещается и работает функциональнее. Вот там, конечно, не настолько, наверное, но тем не менее, как бы с большой вероятностью у них работало чуть похуже. В частности, у неандертальцев гораздо более симметричный мозг. Это вот еще давно отметили. У нас два полушария, они довольно разные, даже внешне. Вот, и по функционалу-то, и подавно. Ну, там есть байка, что там, типа, левая логическая, правая, статистическая. Давно опровергнут. Это, конечно, байка, вот, но перекос есть, действительно. То есть, как бы они не одинаково работают. И, а вот неандертальцев, они одинаковые, ну, чисто внешне. Там, что-то там внутри было, мы не знаем, конечно, но есть предположение, что, судя вот по такой синхронности, они, по сути, друг друга дублировали эти полушария. И получается, размер-то огромный, а в два раза эффективность уже меньше, потому что они делают одно и то же, правое и слево. Ну, а может быть, это вообще эффект терморегуляционный, потому что они жили в суперхолодном климате, и большие объемы, они просто эффективнее, чтобы не замерзнуть. Вот, а может, там были какие-нибудь здоровенные желудочки внутри, а может, там жидкость была какая-нибудь там, а может, подкорковые ядра огромадного размера. Ну, кстати, я считаю, что так на самом деле было. Вот, а это как бы, ну, интуиция, условно говоря, или там инстинкты. Ну, то есть, может быть, у них неразумное поведение, там, лобная доля-то у них широкая, но приплющенная, лоб-то плоский. Ну, вот, а может быть, у них именно какое-то такое более врожденное поведение преобладало. Не исключено. Но про это мы не знаем, потому что мозги не сохранились вот в этом печали. Но мы можем про это узнать. Вот в чем, как бы, радость современной науки, потому что у нас же есть генетика неандертальцев. У нас геном-то уже 100%. Поэтому как только где-то кто-то нормальный, адекватный правитель разрешит клонирование людей, так тут же, может, склонируем неандертальца, вырастим его в живьем и увидим, какие у него мозги. Я думаю, тут проблема будет с тем, куда его помещать, в зоопарк или все-таки в квартиру. Нет, все нормально. Ну, как бы, он так-то человек. Он по-другому, конечно, там работает, у него голова, да, но он, тем не менее, человек в плане. То есть, если его в школу посадить, он сможет алгебру осмотреть? Я думаю, что сможет. Я думаю, что, в принципе, сможет, потому что орудия неандертальцев, они хорошо сделаны. То есть, они качественные. Они прям вот красивые бывают. Ну, вот, то есть, я такое не сделаю, например. Ну, я никогда и не особо пытался. Ну, вот, ну, например, вот Александр Очередной, который у нас в Хотелёвот копает, он умеет делать орудия такие же, как у неандертальцев. Но вот объективно, конечно, он может расстроиться, если услышать, что я ему сказал, да, но объективно у неандертальцев Хотелёва лучше кальмиссеры, чем у очередного, получается. Ну, неандертальцы-то каждый день делали, а он там раз в году, там, в экспедицию выезжает, там, месяц в году, да, ну, и то там не каждый день. Он очень любит это делать, он как бы старается, но у него практики просто меньше. И у него надобности нет. Неандертальец-то, если плохо сделает, он помрёт, скорее всего, да, ну, там, у него там охота не пойдёт, и там крокодион не ловится. А очередной, как бы, ну, не сильно, как бы, застрадает. Да. По поводу того, что у нас, у современных, я так понимаю, европеоидов, какой-то достаточно ощутимый процент неандертальских примесей в генетике. Не только у неандертальцев, а у всех неафриканцев. Вот так. Вот, да. То есть сразу два вопроса. Первый, это, значит, получается, что караманьонцы изначально это просто чернокожие? Базово, да. А неандертальцы белые? Или как? Нет. Тоже были черненькие? С неандертальцами были разные предположения, а потом сделали палеогенетику, и нарисовалось, что вот по современным данным подавляющее большинство просмотренных были темнокожие неандертальцы. Караманьонцы вообще все поголовно, а неандертальцы подавляющее большинство, ну, не все. Вот первые два, по случайному стечению сопоставительств, оказались как раз светлокожие. И даже когда вот сделали первый анализ, там два как бы, да, посмотрели, они светлые. И тут же пошла байка, что караманьонцы черные, эти светлые. И более того, там мутация светлокожиести такая же, как у нас в Европе. И поэтому вроде как, может быть, у европеоидов она вот от иандертальцев и приехала. Во-первых, там временной разрыв, потому что европеоиды посветлели 7 тысяч лет назад, а они там, бог знает когда, да, и там датировки там под 50 тысяч вот этих образцов. Ну вот, и между ними нету никого светлого, поэтому, скорее всего, независимые мутации все-таки. Я думаю, мы это продадим на Нетфликс. И существенно, да, что вначале-то вот пошла байка, что вот все неандертальцы были белые. Я даже когда написал книжку байки из грота, задание давал художникам, ну, что рисовать, и говорил, неандертальцы все будут белые пусть. Вот они старательно рисовали. А потом только книжка вышла, и тут же пошли эти другие анализы, и оказывается, они все были черные, елки-палки. А они у меня уже все там книжки беленькие. Да, и, соответственно, получается, что они гибридизировались. Если я правильно понимаю, соответственно, первое поколение 50, второе, значит, 25, третье 12,5, четвертое 7, значит, это где-то шестое поколение, получается, мы гибриды шестого поколения, которые уже начали друг с другом смешиваться. И, соответственно, может быть, есть какое-то понимание того, почему именно вот эти гибриды оказались настолько успешными, что вытеснили как ну и неандертальскую родительскую форму, и, по сути, карманьонскую тоже, да? То есть, чем они стали лучше? Есть он, негроиды вполне в Африке живут. Ну, а я имею в виду вот на территории обитания, да? Нет, нет, они не вытеснили там. Там не совсем так это работало. Смотрите, в Африке сидели вот эти какие-то там древние протосэпиенсы, сэпиенсы уже, да? Более того, они неграми-то еще не были. До негров было еще тоже там тысячи лет. Но они темнокожие, тем не менее, были. Стало быть, они вышли на Ближний Восток, ну, там на территорию нынешней там Палестины, Израиле, Ордании, Сирии, да? А там сидят неандертальцы. И прямо на выходе они метисировались. Поэтому всю остальную планету заселяли уже метисы. Вот. И там не было как бы других-то никого. Вот. Поэтому и в Австралию, и в Америку, там куда угодно, на Чукотку, на Таймыр, я не знаю, в Европу, пришли уже метисы. И по пути они смешивались, продолжали там с новыми неандертальцами. И этих смешений было ни одно, ни два. Как минимум, три сейчас реконструируются. На самом деле, видимо, больше было. Ну, там регулярно что-нибудь новенькое находят, обнаруживается там новый вариант. Но вот они как бы расселялись, а из Африки-то новые вылезали. И к ним же добавлялись. Вот. Поэтому кроманьонцев становилось тем не менее больше, а сапиенсов они, по сути дела, поглотили и в себе растворили. То есть неандертальцы не то, чтобы вымерли, просто, условно, если на 100 неандертальцев будет 2, на 100 кроманьонцев будет 2 неандертальца, ну, будет 2% примеси. Ну, исходно их там было побольше, но тем не менее. И так вот оно и вышло, что просто, ну, вот если сейчас, да, я не знаю, каких-нибудь там самов на Кольском полуостре, ну, никто не притесняет, не истребляет, да, никакого геноцида нет. А как бы они имеют шанс раствориться там в Карелах, в Русских, в Татарах, ну, вот, то есть просто браки, заключая, да, вот может как бы раствориться. Вот сейчас селькупы практически исчезли, тоже никто их не истреблял никогда вообще. Ну, просто браки заключаются с соседями, и все. То есть наши предки просто были очень неразборчивы в связях между... Они были разборчивы, потому что вот как раз что мы знаем про неандертальцев, что они женились и выходили замуж за родных братьев и сестер. Ага. А с соседями не общались. А что мы знаем про кроманьонцев, что в большинстве случаев, там по-разному было, но в большинстве случаев они стремились заключать браки с как можно более отличающимися. Когда у нас там два скелетика лежат в одной могиле, у кроманьонцев бывают двойные, там, тройные погребения, они всегда разные. Вот. И вот в Сунгире, да, там мальчик-девочка, и, судя по всему, они там брат-сестра, ну, по крайней мере, по одному из родителей, по второму, может быть, и не совсем родные. Но они разные, у них разница на уровне больших рас вообще по рожим. И вот что может быть более далекая, чем неандертальцы. Поэтому кроманьонцы, видимо, были очень склонны заключать браки с неандертальцами. Более того, брак-то, это ж не только про гены и там про невырождение, это же еще и про культуру, потому что, если... Какая у них культура получается? А вот, тем не менее, они сидели в Европе прямо вот там с чуть ли не плеоцена. И поэтому они все знали про местные реалии. То есть какие растения целебные, где там какие животные, как охотятся, где там месторождение кремня, вообще тоже не очевидно, что это в этом овраге, да? Вот и кроманьонцы, ну, как бы, можно самому заново все изобретать, да? Можно у неандертальцев спросить. То есть кроманьонцы-то пришли из Африки, у них адаптации были вообще как бы ни разу не местные. Вот, а тут все наготовенькое, поэтому, если взять себе в жену неандерталку, она будет там, не знаю, циновки плести, да? И какие-то там орудия научат делать, и как охотятся там, ну, как отличить там какой-то вороний глаз от смородины, да? Она все подскажет. Вот, а в Африке там другие ягоды, там ни смородины, ни кружевника, ничего нет, да? И как поймешь там, вот это красненькое можно есть или нет? А неандерталка знает точно совершенно. И женщина такая мощная, слона на кого-то остановит. Это тоже удобно, приятное по-своему. Вот, так что, вот мы знаем, что неандертальцы в нас вливались, но у нас практически нет примеров, чтобы сапиенсы в неандертальцев вливались. То есть вот нет у нас примеров неандертальцев с заметной кроманьонской примесью. Вот, есть скелеты промежуточные, там в Сен-Сизере, в Индии, вот, но там геном, ну, либо не изучен, как в Сен-Сизере, либо он вроде бы такой больше скорее неандертальский, вот, но видно там по костям, что метисы были. Но это, видимо, те, которые вот скорее в нас уже потом вылились. Вот, а так, чтобы вот в целом неандерталец с небольшой кроманьонской примесью, у нас таких по факту нет. Интересно, они, наверное, вот на своих товарищей, которые уходили к кроманьонцам, смотрели с осуждением неандертальцы были очень такие закрытые. То есть они были крайне несклонны с кем-то общаться. Поэтому, я думаю, да, они себе не брали кроманьонцев, потому что, ну, чему они нас могут научить? Какие-то приперлись, да, мы тут живем уже сто тысяч лет, ну, у нас все хорошо, а эти какие-то там дохлые, тощие, ну, вот, а кроманьонцы по-другому рассуждали. И, собственно, поэтому мы теперь вот такие кроманьонцы сапиенсом-то сидим. Хитро. Насчет того, что вот вы сказали, неандерталец может показать, где чего лежит, да, и где можно поживиться какими-то ништяками. Соответственно, насчет речи у неандертальцев. У них же вроде, я так понимаю, речевой аппарат был более, да, ну, менее развит, чем у кроманьонца. Или вообще как? Вообще что-то понятно про их речь? Про речь понятно, но как бы немножко по-разному в разных случаях. Вообще в целом у неандертальцев, судя по всему, речь была. То есть, судя по, там, всяким морфологическим признакам речи, такие, там, кости на задней стороне симфиза, какие-нибудь там шаловидные отростки на височной кости, ну, здесь раздолбанно, но, тем не менее, он тут есть. Ну, вот, и там, какие-нибудь, не знаю, там, подвязычные кости, вот там наиболее подробное изучение, там, в Кибаре смотрели, там, микроструктуру тробикулярную, там, просвечивали каким-то там этим рентгеном микро, и как бы вот речь была. Вот, на эндокрайне у них зона брака развита, но у некоторых самых поздних неандертальцев, в частности, у Лешапель Люсенов, он, который там у меня за спиной лежит, у него нет шаловидного отростка, и он такой не один. То есть, некоторые поздние неандертальцы теряли морфологические признаки развития речи. То есть, у предков было, и в лучшей степени разы, а у потомков проседало. И, кстати, у самых поздних неандертальцев часто еще и огня меньше, чем у более ранних, что тоже чудесно. То есть, есть такое мнение, оно как бы доказать его сложно, но мнение, что поздние неандертальцы могли конкретно деградировать. То есть, огонь потеряли, речь потеряли, там вот эти там 10 человек сидят, там как бы, да. Ну, в принципе, как бы жить можно. То есть, они такие супер хищники, мясо хватает, там пошли, бизон задушили, сожрали, как бы, а что разговаривать, о чем? Если вы вот этой компанией там 10-20, там 25 человек, живете всю жизнь. То есть, ну, о чем можно еще разговаривать, как бы, и так все понятно. У всех в голове знания ровно одни и те же. Научить делать эти там какие-нибудь остроконечники, да, со скреблами, можно и молча совершенно. Ну, современный там любой мастер там в каком-нибудь ПТУ, да, он там много вообще там оборотов применяет, там. В принципе, он тремя буквами обходится, да, по большому счету, и там все что угодно может объяснить прекрасно. Вот, так что в Нейнандертальске примерно так же, ну, потому что там задача попроще, чем в ПТУ. И зачем, как бы, общаться, зачем разговаривать, вот, никого другого вы никогда не видите, и все там в гробу видали, вот, в буквальном смысле в основном. Вот, и как бы хорошо, вот, ничего больше не надо. Вот, так что, может быть, Нейнандертальцы даже немножко деградировали в обратную сторону. Ну, это, в принципе, еще и как последствия, наверное, бредной депрессии, да, вот, всех любовью к бракам внутри семьи, в Габсбурге практически. Вот, вы работаете, и, собственно, находка была обнаружена в Хатылево. Что из себя вот это, памятник, археологически представляет? Хатылево — это суперклассное место. У нас даже такой есть слоган. Хатылево — это клево. Это под Брянском. Это рядом с Брянском, 20 километров от Брянска. Ну, раньше это была деревня, теперь, по сути, это дачный поселок. И местность прекрасна тем, что на территории, там, в несколько километров, ну, там, смотря, как измерять, да, там, от двух до шести, там есть памятники от ранних неандертальцев, 90 и больше даже, видимо, тысяч лет, до современности. То есть, есть ранний средний палеолит, поздний средний палеолит рядом в Бетово, есть ранний верхний палеолит, средний верхний палеолит, есть мезолит, неолит, бронзовый век, ранний железный век, поздний железный век, потом какая-нибудь там, это, церковь 18 века, преображение Господня, советская школа, в которой мы сидим, да, и вот мы сейчас сидим уже в 21 веке. Ну, то есть, у нас есть все. И все вот прямо на пятачке. То есть, вот у нас неандертельцы на глубине в 15 метров, там даже больше сейчас уже, а над нами средневековье, а в двух километрах от Лёва-2 там кроманьонцы 23 тысячи лет, а над ними там буквально совсем ни о чем там два метра слой, и там ранний железный век, так называемая киевская культура, это там 3-4-5 века нашей эры. Ну вот, а тут же рядом и бронза какая-то еще есть, и где-то там еще какой-то мизолит где-то нашелся, и там более ранний верхний палеолит есть, то есть есть все. Это такое супер классное сочетание, и тем более там от города близко, чудесным образом нету ни алкашей, ни гопников, это прямо удивительное явление природы, ну потому что в основном это вообще дачники, а те, которые местные как бы жители, они вполне нормальные как бы местные жители, ну вот они как бы очень все к нам хорошо расположены, вот у нас сосед вообще просто мы молимся на него, потому что он там на все руки мастер, он там совершенно гениальный человек, и у нас самое главное есть база, есть вот эта советская бывшая школа, ну она там давно уже не школа, конечно, и вот сейчас она в нашем распоряжении, мы в ней живем и добра нажимаем. У нас там и лаборатория уже организовалась, торсологическая, где вот как раз там в частности изучали царапульку, и там материалы все, там эти лопаты, там все что угодно, да, у нас вода из крана течет, у нас кроватки мягкие с подушками. Слишком хорошо живете для археологов. У нас кухня, электричество, газ, что там еще бывает, да, вообще все блага цивилизации, даже интернет провели, вот это я был против, потому что это отвлекает, но пришлось как бы куда деваться, он там плохо правда ловит, на раскопе хорошо ловит, все характерно, вот в слое 90 тысяч лет интернет лучше, чем наверху, ну там видимо вышка какая-то стоит. И поэтому условия для исследования там идеальные, то есть вообще я, честно говоря, не знаю другой такой экспедиции у нас в стране, и в других мест странах, я тоже такого не знаю, чтобы и цивилизация, и все так вот уединенное, и даже, не знаю, никто к нам лишний не приходит на раскоп, не знаю, там раза два в год может там появится, а скорее в этом году вообще никто ни разу не пришел, вот, а мы зато можем кого-годно привозить, и вот мы привозим, допустим, научных туристов, вот уже там три года возим, то есть приезжают люди, ну там платят некоторые денежки, да, по сути дела за прокорм, вот, ну а за счет этого экспедиция как бы существует, вот, а взамен я читаю лекции, Александр Очередной читает лекции, Ксения Степанова читает лекции, там все коммунилине читают лекцию, лекции во множественном числе, значит, можно, собственно, поучаствовать в раскопках, мы возим экскурсии и в Брянск, и Юдиново, ну Юдиново есть такое поселение, ну довольно далеко, но тоже в Брянской области, там тоже стоянка Верхнего Палеолита, ну тоже порядка 20 тысяч лет, и жилище из костей мамонта в полный рост, там 4 штуки замузеифицированные, у нас таких два музея в стране, если что, в Костенках, но это в Воронеж все-таки далековато, и вот Брянские, вот, и там еще музей, кстати, хороший прилагается, вот, а еще есть усадьба Тютчевых, и там вообще, что только нету, Брянску прямо богат. Мы сейчас не про Тютчевых, мы немножко глубже в историю, если мы к вам в следующем году приедем, примите нас. Мы всех зазываем. Если хотите, чтобы мы сняли парадокс в Хотылево, ставьте лайк, напишите обязательно об этом комментарии, сделайте репост, вообще Станислав Дробышевский, замечательный спикер, надо его почаще, а не поймаешь. Нас всех зазываем, потому что одна из наших мегаглавных целей, и вот центров Хотылева, да, и вот здешнего местного центра, как раз коммуникация, чтобы все вместе были. Единственное, время бы как бы найти, потому что, ну, вот с этим проблемы. Я вот только что утром сегодня приехал из Питера, где там три лекции подряд было до ночи, сегодня я уже где лекции читал, сейчас вот у вас, да, интервью, а после вас еще лекция, и дома я окажусь там где-то в полночь примерно, если не позже. Вот, а завтра примерно в том же режиме, что характерно. Станислав, жизнь извини. Вот, поэтому, ну вот чем прекрасно Хотылева, что там как раз время есть, хотя бы месяц в году, можно не спеша копать, ну, хотя мы вообще так усиленно копаем, не то, что мы там не торопимся прямо. Вот, мы там впахиваем там 15 метров в глубину и там сколько-то там в ширину. Вот, и как бы время есть для общения, потому что не надо на работу ездить, да, сейчас я вот мотаюсь там полтора часа как минимум в одну сторону от работы до дома, а даже больше обычно получается. А там встал и вот прямо от дверей этого центра, да, от этой школы до роскопа, ну, не на метров сорок. И сразу на минус сто тысяч лет. Вот, ну, только что вниз, да, там на сто тысяч. А так это просто, вот я говорю, рай земной, так что приезжайте. Выражаем огромную благодарность порталу Антропогенез за помощь в продвижении нашего подкаста. Итак, кость. Вот эта самая замечательная, удивительная кость. Как она была обнаружена? На самом деле, без всякого малейшего пафоса. То есть, копали слои, да, культурные, там эти камни валяются. Ну, нашлось там 16, по-моему, косточек, фрагментов. Вот, вообще, кость там редкая достаточно. В Хотелево там сохранность плохая костей, и каждая косточка на вес золота. Ну, поэтому, да, их как бы сняли, но не сильно как бы напрягались. Там, в принципе, ну, кости, кости, она такая бесформенная достаточно. Ну, вот, а потом, когда принесли, ее уже почистили в лаборатории. Почему нужна база и лаборатория? Вот, был бы у нас палаточный лагерь, да, и сгинуло бы все с концами. А так, принесли, почистили аккуратно. И тут-то прозрели. Ну, там, Ксения Степанова, она вот там с костями как раз работает. Ну, и там кто-то еще есть. Естественно, увидели вот эту вот царапинку. Там первое, что бросило глаза, там, в виде буквы Z, что всех порадовало тут же, конечно. Вот, а дальше, оказалось, там продолжение есть. Вот, и уже под микроскопом там еще много деталей нашлось, потому что, ну, она все-таки за 90 тысяч лет потерлась заметно. И там не все эти царапки видно просто невооруженным взглядом. А под микроскопом здорово видно. И тут же, поскольку микроскоп, слава богу, есть, это ж не в чистом поле в палатках, а у нас все цивилизовано. Электрические микроскопы, компьютеры посмотрели, и вот это все нарисовалось, и все просто обалдели. И тут же прямо опубликовали, уже там к Новому году была статья. Ну, и сейчас уже там вторая, по-моему, вышла. Ну, вот, так что это прямо вот достижение науки и техники. Между прочим, если бы глазом, кроме вот этой Z, там меня вообще и разобрали бы. А еще бы списали на апофинию какую-нибудь. Вот, а может быть, да, еще и так. Вот, а так сделали анализ, и оказалось, что это точно сделано кремневым орудием, потому что можно это различить. И потом мы уже там в январе делали эксперименты. Кстати говоря, вот буквально через неделю мы снова едем в Хотелево, и снова будем делать эксперименты. У нас заезд туда вот такой осенний. И делали эксперименты, и оказалось, что очень непросто подобное сделать. У нас была кость не мамонта, конечно, а коровы. Вот, она помягче вообще, чем мамонт, мягко говоря. Орудие Александра Черной тут же наколол, как бы, из того же кремня новых, как бы, свеженьких, да, красивых, ну, по тому же принципу сделанных. Вот, и мы всячески пытались, значит, корябать что-то подобное. Я так понимаю, у них-то стилища совершенно другого. У нас вообще ни у кого не получилось. Ладно там, ну, я там не самый сильный на планете, да, но у нас есть Ярослав, такой Иванов, он два метра высотой, вот такой вот ширины, ну, ширина у него как у неандертальца, а ростом в два раза выше. И вот здоровый прямо, то есть на моих глазах он поднимал пень размером с этот стол из ямы, вот так вот наклонился, поднял и выкинул нафиг. Ну, там никто не мог вообще там его даже подвинуть, как бы, а он его так поднял и выкинул. И вот Ярослав, когда корябал, у него не получилось, как у неандертальца. То есть неандертальец оказался таки круче. Вот. Ярослав больше, а неандертальец сильнее. Вот. Причем я не уверен, что неандертальец полную силу прилагал, потому что, ну, как бы, что там, корябал там на кости, да, там он так не особо, видимо, напрягался. Ну, это как шимпанзе, они же тоже вот такие миниатюрные, человека в узел может скрутить. То есть, значит, так, сейчас буду спекулировать. Можно с уверенностью предположить, что это был не ребенок и не женщина, а взрослый мужчина неандертальского происхождения. И смотрите, вот вы говорите, что в двух километрах от них Краманьонское, значит, вот это поселение. И они, соответственно, существовали одновременно. Не-не-не-не, какое одновременно. У нас неандертальцы 90 тысяч лет, а Краманьонцы 23. То есть тогда, вот когда вот это все происходило, тогда еще Краманьонцев там даже рядом нет. Краманьонцы вообще, Краманьонцы еще в Африке сидели, еще не были Краманьонцами. Они еще даже не очень сапиенсами были. Другое дело, что у нас есть рядом Бетово, где 30 тысяч лет, там 6 километров, и там тоже неандертальцы. Ну, вот, там, правда, такая культура убогая, что там трудно что понять, ну, потому что, ну, там просто ремень плохой, и они еще кололи там кое-как. Ну, вот, но там 30 тысяч лет, а в Хотелево 2 есть один слой, очень такой пока не изученный и перспективный при этом, которому может быть под 40 тысяч лет, и это Краманьонцы. Там есть намек, что есть очень ранний верхний палеолит. И получается, что в 6 километрах они практически синхронно сидели, а может, Краманьонцы еще и пораньше даже неандертальцы. Потому что, на самом деле, самые поздние неандертальцы, ну, так что не в Хотелево, да, а в Бетово, они существовали синхронно с Краманьонцами. А уж, по крайней мере, в Костенках-то точно в это время Краманьонцы были. Там под 50 тысяч лет Краманьонцы есть. Ну, а Кость датируется каким? Вот эта царапулька, она датируется примерно от 80 до 90. Ну, все говорят, осторожно, 80, чтобы как бы не наглеить, да. Но там датирована оптически стимулируемая люминесценция, она большую погрешность дает. Поэтому там точно мы не знаем, для этого нужны новые образцы. Ну, то есть образцы-то взять не проблема, да, новые анализы, а не денежек стоят. Вот с этим уже проблемы. И у нас в стране, по-моему, не особо кто и делает такие дела, а где-нибудь там за бугром сейчас всякие санкции, все дела, поэтому сложности. Да, я к чему спрашивал, потому что, ну, может возникнуть такая мысль, что это сделали Краманьонцы, например, а те у них отжали. Нет, да Краманьонцев, там вот чем еще, замечательно, кстати, наш Роскоп, у нас есть очень четко выраженная Брянская почва. Это ее официальное название, потому что Величко еще там, бог знает когда, ее описал, и ей как раз датировка 30 тысяч лет. Ну, ее прям здорово видно, там серая-серая-серая, потом только черная полоса, и потом снова серая-серая. Ну, там, в зависимости от климата, там, да, там, колебания были. И вот эта вот Брянская почва, она прямо идеально маркирует неандертальцев и краманьонцев. Ну, потому что до неандертальцев, после краманьонцев, ну, почти там, тютелька в тютельку. И у нас эта Брянская почва, она у нас над головой где-то мы там не особо видим. Вот. А мы под ней, ну, где-то метров в десяти сидим. Вот. И между вот этими последними нашими неандертальцами в Хотелево и краманьонцами, там еще какие-то болота были, леса, там, бог знает что. Ну, то есть, это технология атлантов. Да. Это только лазером, только с треножникой, и только с Марса можно. Сейчас с Костью вообще еще какие-то работы проводятся. Я смотрел вот статью, да, там, про анализ этой Кости, там, какие-то выпады марганца. Это, значит, она уже окаменела, да, когда вот, то есть, это, по сути, это же... Нет, нет, Кость-то в тот момент была свежая. Там марганца у нас везде полно. Нет, просто она осела уже, когда ее положили на землю, а там прописано все это дело, и оно впитало, да. Вот. Но там будут еще смотреть, без сомнения. Потому что вот сейчас делали, я не знаю, это уже опубликовали или нет, но вот где-то в пути было там микроанализ там каким-то этим хитрым способом, там, где-то лазерной съемкой. Ну, я умными словами не скажу, но каким-то уже там лазером сканировали, чтобы там какие-то супермикроструктуру посмотреть. Вот. Но вот это я просто не знаю результат, я не видел эти статьи пока, может быть, уже опубликовали. Вот я-то вообще не археолог, я-то вообще антрополог. Я жду, когда там череп появится вообще, мне вот эти царапульки все, это прикольно по-своему, конечно, но мне нужен сам неандерталец, я хочу как в Амоде, чтобы было. А самих неандертальцев там? Вот пока мест нету. Там проблема в том, что Хотелево, это, видимо, просто мастерская. То есть там очень много кремня, он просто там валяется везде, на самом деле. Такой дикий, как бы обычный. И они туда приходили делать орудия. И более того, там и нормальных орудий очень мало. Там есть качественная, вот, поза-поза в прошлом году, был супер кальмейстер, там, очередной, когда увидел, там, прыгал вообще до вершины раскопа, а там 15 метров, если что. Вот. И там просто шедевр. Вот. Ну, это лучший кальмейстер всей Восточной Европы вообще. То есть это вообще лакшери. Но все нормальное они вообще уносили. То есть это вот они где-то там уронили, потеряли, я не знаю, почему они его там бросили. А все хорошее они унесли. Поэтому у нас в основном дебетаж. Брак, да, вот. Брак. Ну, какая-то халтура, да, там какие-то очепы. Вот. И хороших у нас орудий, ну, там, штуки две-три в сезон, если бывает, это уже успех. Ну, то есть это просто мастерская. Ну, что-то они там ели, покидали, там вот косточки есть все-таки. Внизу у нас там мамонт красивый лежит, но это сильно ниже, чем косточка. Там другой слой, там, всего три как минимум слоя, а может даже и четыре. Застреленный мамонт. Ну, он съеденный уж точно, потому что, во-первых, на нем там какие-то надрезки были. Их, кстати, до сих пор никто не смотрел. Ну, просто рук не хватает. Археологов-то там он просто пересыт, по-моему, орудиями. То есть он лежит на орудиях, между костями орудия, сверху орудия, то есть, ну, там, не ошибешься, как бы. Вот. То есть они сожрали этого мамонта. Кстати, тоже вот для меня лично большой вопрос, как там этот мамонт вообще оказался. Потому что, ну, это как бы стоянка, да, сидят неандертальцы. Чего-то он пришел, что ли, сдох посреди стоянки, да? Или они принесли его? Ну, как можно принести мамонта? Ну, если они такие мощные, то там человек двадцать собралось. Блин, это мамонт, у него бивень там у нас лежал поперек раскопа. Ну, то есть вот в буквальном смысле весь раскоп перегораживал один бивень. И второй еще такой же потом на следующий год нашли. Загнали. Вот. Вот не знаю. Ну, как можно пригнать его на стоянку? А, то есть он прям тушкой, он не разделан. Он там передняя часть прям целиком. А заднюю там потоком унесло, ну, там, все на берегу и там уволокло. Туда мы еще не копали, там, пока не зашли. Ну, там бедренный костик кусок нашелся. Не иначе, как на вимании. А так у него раз рука, два рука, как бы, там, ребра, голова, два бивня, там, хобот в середине, все как надо, как бы. И, ну, вот, непонятно, как бы принесли мамонта. Ну, может быть, да, такие прямо совсем брутальные были. Не знаю, там, по колено уходя в землю, ну, сколько весит-то вообще. Ну, там серьезные животные. Три-четыре-то по-любому он весит. Какие? Там, там, три-четыре, обычный слон больше весит, а мамонт-то по цене. Нет, мамонт, он меньше слона, на самом деле, авторского. А, поменьше все-таки. А, это же не императорский, да, был? Нет, это не какой-нибудь там, императорский, колумбовский, там, нет, это такой. Но, тем не менее. Ну, короче, они туда приходили, делали орудие, жрали и уходили. Я понял, я понял. Поэтому помирать им там нету никакой надобности. Я знаю, Станислав, короче, я открытие сейчас сделал, вы просто мое имя вскорежали, археология, антропология внесите, короче, это был гараж, где мужики чего-то пастерили и делали шашлык, поэтому там мамонты бракованные рубилы. Ну, это не совсем гараж, это выезд именно на шашлык на берег реки. Потому что там речка, она и сейчас там течет, она и тогда текла, в общем-то, там у нас эти водные отложения даже есть местами. И, ну, она там меандрировала туда-сюда. И они, да, сидели на берегу, причем самый нижний слой, где мамонты, они все на пляже сидели. Там такой белый песочек прям красивый. Ну, сели на зеленый, потом стал белый. Вот. И это прям вот пляж-пляж. Вот. Ну, так что там ледяной, конечно, там, ледниковый период на всякие стоят. То есть мое имя вскорежали и не вписывали. Это уже все давно известно. И они там тусили. Поэтому вот просто с какого бы перепугу ему там помереть и быть закопанным. Вот. А может, он там и побер и лежит день в 10 метрах в стороне. Ну, вот. Но эти 10 метров еще поди прокопай, как бы. Вот. А там стоянка тянется, если что, на километр. Ага. То есть у нас километр берега. В год мы проходим, ну, метра три хорошо, если проходим. Ну, посчитайте, через сколько лет мы раскопаем все. Треста. Ход пошла высшая математика. Ну, это только если в длину. А вообще-то, как бы, еще второе измерение есть. И чем дальше мы вглубь копаем, тем больше, как бы, глубина по вертикали. Потому что, ну, там склон-то идет все-таки. И мы-то еще хорошо устроились. Это склон реки Десны. И вот, как бы, начинается с нуля, да. А дальше подрезаем, подрезаем, подрезаем. И вот сейчас дошли уж, у нас стенка там, ну, уже больше 11 давно. Я не помню точно. Ага. Ну, смотря в каком месте. Ну, вот. А дальше будет, если там мы до школы докопаемся, в принципе, можем и школы копать прямо из подвала из нашего. Вот. Ну, тогда там глубина будет метров 20, не меньше. Там слои точно есть, потому что там делали бурение геологическое. И в Кернии было чеп. Ну, вот. То есть уже там хорошо в деревне как бы это все делали. Ну, как раз, сосед научат. Чего себе. Смотрите, вот появилась такая кость, да. Я так понимаю, что, ну, подобного уровня открытий не было достаточно давно. Сколько там? Лет, наверное, 20. Ну, такого открытия не было вообще. Нет. Ну, я имею в виду, что подобного уровня, да, что вот, который вот прям полностью переводится. А стране восточное и за рубежом, в общем-то, тоже. Вот. А оно что вообще дает с точки зрения научного консенсуса относительно неандертальцев? То есть что-то поменяется или это, как всегда, нужно преодолеть некую инерцию, да, у общества научного, которое... Нет, оно как бы радикально-то ничего не меняется. Давно приехало такое время, когда можно было там, вау, открытие сделать, и все бы там офигели, да, и там переписали все учебники. То есть то, что неандертальцы имели символическое поведение, в общем-то, мы и так знали. Вот. И там у их предков еще там, у гельбергенцев там какие-то орнаментировки тоже там, гравировки есть. Но здесь самое сложное и как бы многосоставное. То есть они могли делать там параллельные стрички, а вот чтобы и зигзаг, и скобочки еще и перпатикулярные, горизонтальные... То есть какой-то силуэт уже. Такого вот не было ни разу. То есть этим, этой находкой мы показываем, что они могли. Что вот раньше мы были неуверены, они все способны на вот изобразительную деятельность или только вот нашкрябать там 20 насечек подряд. Оказывается, могли. В принципе, причем-то даже ранние неандертальцы. Знаешь, поздние, ну, наверное, может, еще и даже круче могли. А может, наоборот, деградировали. Ну, есть история про попугая Жако, которого звали Алекс. Знаете такого? Он знал 500 слов. Причем достаточно осмысленно их мог использовать. То есть там даже комбинировать из тех слов, которые он знает, предложение и понимать предложение. И, собственно, ни до, ни после него Жако такие высоты не взяли. То есть максимум 300-350. И, соответственно, предположение, что вот конкретно Алекс был гением. Может быть, это был какой-то реально неандертальский гений, такой местный Леонардо. Потому что стоянок-то у нас найдено уже сотни, наверняка. И как бы всяких штук найдено там многие тысячи, сотни тысяч этих орудий. И ни разу такого не было. То есть это, да, это вот одна вещь на сотни стоянок. То есть вообще ни разу такого не было. Это же 100% гений. Удивительно. Так и есть. Брянский неандертальский. Да, наш гений. В целом, вы говорите, что есть большая разница между тем, как, ну, жили, да, неандертальцы у себя вот в своих гаражах и как жили кроманьонцы. Если кроманьонцы плюс-минус по логике, наверное, они, ну, развивались поступательно до наших дней, да, и какая-то логика понятна, то как вот все-таки было устроено житье, бытие у неандертальцев? Потому что, ну, действительно, этот вот человек какой-то такой необычный, инопланетный, странный. И, ну, казалось бы, голова, руки, ноги, два глаза. У него логика-то быта должна как-то состыковываться с нашей. В целом-то, понятно, та же. Но они были чрезвычайно консервативны. То есть вот у нас Хатылева, да, первая 90 тысяч лет, Бетова 30 тысяч лет, а культура та же. То есть за 60 тысяч лет у них ничего не поменялось. Ну, среда плюс-минус та же, да, те же мамонты. Там были ранние мамонты, стали поздние мамонты. Ну, а мы за 3 тысячи лет прошли, собственно, от пирамид до космических полетов. А мы проскакали, ой-ой-ой, да. И вот, а им было нормально. То есть вот те же олени, те же лошади, бизоны, мамонты. И что еще надо, как бы? Да нормально, как бы, зашибись, хорошо. Ну вот, научились они свои там кальмессеры делать и будут до пупения делать кальмессеры. То есть у них был огонь, у них были кремниевые инструменты. Кстати, в Хатылево нормального огня у нас нет. У нас хорошо, если вот ты кусочек уголек найдется, еще пойди там от марганца отличи. То есть там есть угольки, но они вот такие, никто точно не скажет, это вообще рукотворные, или там, не знаю, молния стукнула. А, то есть того, что они сами добывали, тоже непонятно, да? Вообще неандертальцы огонь знали. Как бы, кастричество есть и в большом количестве в разных местах. Вот, но в Хатылево конкретно пока нету ни одного нормального. Вот, нету костра ни одного. И, как я уже сегодня упоминал, на некоторых стоянках поздних неандертальцев, где-нибудь там, Арси-Сюркюр какой-нибудь, количество огня со временем падает. И в ранних слоях как бы много огня, а в поздних слоях вообще почти нету. Вот, и огромное количество, ну как минимум там треть стоянок неандертальцев от Хатылева в том числе, вообще не имеет следов нормального огня. А как так? Они же жили в холоде. Это же как-то все-таки... Да, это прям ведниковый период. Да, ну, если ты в холоде живешь, то, ну, каким бы ты, не знаю, деградировавшим не был, ну, хотя бы огонь-то ты будешь поддерживать? Тут есть несколько версий. Ну, кстати, показательно, что как раз вот там, у кого огня меньше всего, вот поздних, там самый холодный климат был. То есть, казалось бы, холоднее, а огня меньше. Есть несколько объяснений. Первое объяснение биологическое, что они настолько преисполнились вот с этими своими там мегапропорциями, обменом веществом сумасшедшим, все такое, что и нормально как бы. Ну, как, не знаю, медведь живет, да, и не мерзнет как-то особо. Медведь с жирочком, они тоже были толстенькие. Ну, да, как бы, а у них, кстати, генетическая склонность к полноте была, к ожирению. Это они все нам подгадили. Ну, как, вопрос, насколько они могли это реализовать. То есть, склонность к накоплению запасов, это полезная адаптивная штука на самом деле. Вот, если вы живете в ледниковом периоде, вы не ожиреете, уж точно, когда вы там бегаете каждый день по 30 километров. Ну, вот, но вы должны быстро наращивать, быстро расходовать, потому что оно же в обе стороны работает. И тогда вы будете все время в тепле. Это как бы хорошо. И вот, может быть, у них уже до этого дошло, что они могли там с минимальной одеждой, без всякого огня, там, лег в сугроб, поспал, там, прекрасно хорошо. Ну, вот, может быть так. Ну, это как бы гипотеза. Точно-то мы не знаем, конечно. Но одежда у них была, кстати говоря. Значит, может быть, вообще-то, как бы, его не использовали, но как-то локально. И просто эти очаги не особо часто находятся, потому что, ну, если они жили на стоянке, а чтобы там дым глаза не ел, а жгли где-нибудь там в 40 метрах, ну, пойдите, найдите, где он там был. А какой смысл там греться-то, если... А может быть, не греться, там, еду приготовили, и все, а греться и так хорошо. А. Натянуло, нормально. Ну, вот. Еще есть вариант, что как раз в самые холодные времена у них тупо топлива не было. И если вы там живете в степи, где трава, ну, траву вы будете жечь, но ее вот не найдете потом никак. Из травы такой пепел, там ветер дунул, и все. И там нормального кострича-то не будет. А как современные эскимосы, они тоже там в ледяной тундре живут, ну, даже и тундры-то не назовешь, да, там еще там ледяная пустыня, там где-нибудь в Гренландии. И они там строят эти свои иглы ледяные, иглу, и плошка вот такая, каменный светильник, туда налит жир тюленей, и фитилек вот такого размера, и смха. Все, как бы. Это вот весь огонь. То есть они знают огонь, они ее добывают, сохраняют, там, что угодно. Но едят сырое мясо, и греют собой, как бы, это свое помещение, а это чисто для света. Вот. И неандертальцев тоже такое могло быть. Мы этих светильников не знаем, правда, у неандертальцев там нету их практически, но... Украинцев есть. Но, может быть, они там деревянные делали, в принципе. Ну, там же, если жир там не сгорит, он нормально будет. Ну, если мы говорим об одежде, то, ну, вот эскимосы, они все-таки, ну, как это, фриманы, да, у этого самого, у Герберта. Это люди, которые идеально приспособлены к этому климату, да, и вот все их оснащение, оно, собственно, заточено под то, чтобы эскимос не замерз. Вот. То есть это прямо вот как высокотехнологичное, вот эта вся меховая обертка, а у них одежда на каком уровне была? Мы не очень знаем, но у них одежда была, потому что есть орудия, которые, видимо, вот проколки, чтобы шкуркой коварить, ну, вот у них, ну, шкур-то уж точно было дофига, потому что там на олени всяких этих они охотились без конца. И есть такая история с генетикой вшей, которая показывает, что, видимо, у них была. А, плотяные и это, да? Вши плотяные, и которые волосяные, которые вот на волосах живут и на одежде, они разъехались, судя по генетике, порядка 70 тысяч лет назад. А в это время одежда была нужна только неандертальцам, потому что сапиенсы все еще в Африке сидели. И, ну, у сапиенсов, даже если были какие-то там набедренные повязки, ну, это недостаточно, чтобы там прямо отдельный вид шеи появился. А такой вот прямо хорошая такая одежда нужна была только неандертальцам. Поэтому мы, придя в Евразию, в Европу, видимо, заимствовали и одежду у неандертальцев, ну, и в шеи в качестве бесплатного приложения. Но показательно, что иголки с ушком появляются только у кроманьонцев, у неандертальцев. Нет, ни одной иголки не найдено. Проколол, потом продел, да? У них проколки кремневые, чтобы там здоровые какие-то жилы припихивать. И я вот лично считаю, что вот эти иголки тоненькие, они вообще не для шитья одежды, а не для расшивания одежды, чтобы ее украсить всякими гусиками, вышивкой какой-нибудь, там, цветными нитками. Вот для этого маленькая иголочка очень здорово подходит, чтобы тоненькую ниточку пропустить и какую-нибудь бусинку нашить. А неандертальцам не надо. Они и так там шкуру загнули, там, какими-то жилами связали и как бы и сойдет. Натуральный мех только портить. И показательно тоже, да, что у неандертальцев и украшений, как я уже говорил, нет, и на пушных животных они практически не охотились. Какие-нибудь там песцы, соболи, я не знаю, да, там, куницы, зайцы. Вот это они игнорировали, ну, там, раз в два, как минимум меньше, а то и не в два, добычи вот этих зверей, чем у кроманьонцев. Видимо, экономически не очень выгодно, да? А потому что, ну, толк из этого там соболя, еды как бы небогато, да, а шкурка им плевать просто было. Ну, и там вы из каких-то шкур там, не знаю, там, куниц, да, ну, не сошьете ничего, там, задолбаетесь, как бы эти куницы ловить. А из оленя там с одного можно сделать. Ну, это же как бы очевидно. А у кроманьонцев очень много добычи пушного зверя, потому что украшения, потому что общались много, потому что украшения это для незнакомых людей рассчитано. замороженный, это ранний кроманьонец, по-моему, да, или поздний кроманьонец. Он ему там 5000 лет, это и милит уже. А, нет, вот именно, да, вот такой вот хорошо замороженный красивый дядя, да, вот, а, ну, неандертальцы жили в ледниковый период. Там вот у нас много есть красивых замороженных целиком мамонтов. А вот таких неандертальцев не находили? Вот пока нету, к сожалению. То есть, в принципе, вероятность такая есть, но есть пара нюансов. Во-первых, неандертальцы, они старались сильно на север-то не лезть, вообще-то. То есть, мы их больше с честью находим где-нибудь там на Кавказе, на Латайе, там нет особо вечной мерзлоты, ну, там где-то этих в ледяных могилах, там, в скифских, да, как бы так природно это там небогато. Ну, вот, где-нибудь там в Южной Франции, в Италии, в Испании, ну, там тогда-то была мерзлота, там, в Ходельова, там, климат был, как в Якутии сейчас, но сейчас-то там нету мерзлоты. Ну, вот, а там, где сейчас есть мерзлота, мамонты-то водились, а неандертальцев там никто еще не видал. Ну, вот, поэтому, как бы, мы их не видим. Ну, и более того, я думаю, что замороженные кроманьонцы наверняка попадались уже не раз всяким этим старателям каким-нибудь. Однако, когда идет там какой-нибудь товарищ по тайге и видит замороженного мамонта, прикольно, мамонт, его можно или ученым, да, но если он меркантильный, там, продать китайцам. Ну, вот, ну, что, собственно. А тут спокойник, да. А тут трупак человека лежит. Ну, и ладно, что он там расшитый бусами, да, или там какой-то там с надпроводными дугами, но этот шахотник, он там не сильно вникает. Тем более, он в замороженном виде это там не очевидно, что будет. Вот, это труп человека. Нафиг надо там. Закидал его ветками и свалил подальше, чтобы на него не повесили, как бы, что он убил кого-то. Ну, там же все еще напуганные, что там на них завесит что-нибудь. И поэтому я более чем уверен, что находили много раз. Вот. Ну, просто ни разу не сообщили. Вот поэтому, если вдруг кто будет шариться по тайге и найдет мороженого неандертальца или же карманьонца, несите мне. Кстати, а вот вопрос к вам как к специалисту в этой теме. Если действительно, вот я нашел посреди тундры труп. Я не знаю, что этот труп 40 тысяч лет пролежал, да, условно говоря. И местные органы правопорядка тоже этого не знают. То есть вот как мне правильно сделать так, что припаяют и будут, в принципе, правы. Какого-то мертвеца нашел. А почему вам должны припаять? Сейчас какого-то перепугу. Ну, вот. Ты нашел мертвеца. Вы так часто убиваете людей, что вам надо еще трупы 40 тысяч лет не дать припаять. На самом деле, в милиции нету никакого вот прямо желания там на кого-то навесить там какой-то лишний труп. Ага. Им наоборот есть желание избавиться от этого трупа. Им зачем этот глухарь, да, там разбираться, что там 40 тысяч лет назад было. Вот. Поэтому они увидят, ну, они не дураки как бы. Они увидят, что он там в шкурах каких-то там с бусами, я не знаю, или вообще там с каменным топором. Вот. Ну, вызвонят местного археолога какого-то, да. Ну, а дальше до меня дело, глядишь, где идет. Я просто по себе помню. Мы в детстве с братиком моим нашли в Армении стоянку делали автомобильную. И был вот обрыв вырыт. Ну, метров 8, наверное, в высоту. И вот прям по вот самом его низу человеческий скелет полный. Причем он как-то был за хорой. Странно, у него бедро во рту было, бедренная кость. То есть то ли перемешали, то ли что-то еще. И мы вот там тоже вот как-то какому-то чуваку отдали, он пришел с коробкой. Говорит, о, прикольный скелет, давайте я заберу, потому что наша мама бы явно не позволила этого сделать. Надо не какому-то левому чуваку, а нормальным археологам надо. Да, ну просто вот... Может, это вообще палеолит был. Да, как-то... На большинстве кабинета. А вдруг это был какой-то исчезлший... Может, неандерталец был. Кто его знает. Вот теперь никто не узнает. Вот поэтому несите не какому-то левому чуваку с коробками. А несите в нормальные научные центры. Но не всех невостребованных жмурок не надо. Всех, может быть, не надо, да. Всех-то много. Вон я, это... Серп и молот ремонтируют станцию. Иду я там на электричку. И на бордюрчике, на бетонной какой-то фигне, там лежат человеческие кости. Вот там какие-то церкви, где мы были, там, гребения. Ну, такие достаточно свеженькие. И народ мимо ходит. Ну, кости и кости. А я-то антрополог, я-то вижу. В Крым приезжаю лекции читать. Выхожу на берег моря, как мирный человек. Лежит плечевая кость человеческая. Ну, то есть, на самом деле, людей столько, что долго искать не надо. Просто большинство людей это не видят просто, не замечают в упор. Ну, вот. А я вот как-то вижу. Да, и я все-таки как раз про... Ну, как мы изначально говорили, в любой исторической эпохе, в любом историческом контексте меня больше интересует то, как люди жили ежедневно. Да, не какие-то там великие завоевания Александра Великого. Как это тавтологически не звучит. А вот именно быт. И вот там находят захоронение этих самых товарищей неандертальцев. Вот опять-таки отпрыгнем в сторону Китая, где нашли уже вот эти вот слепки, как в Помпеях, да, динозавров. Поняли, что они были все в перьях, там даже пухленькие, красивые. А вот у них-то не остается каких-то таких капсул? Может, находилось что-то, как в Помпее? Что вот можно было поставить такой? Был толстый неандерталец такой, прям упитанный килограммов, там, 50 лишнего веса, местный такой голова. Хотелось бы, но таких находок небогато, прямо скажем. Есть очень немного следов неандертальцев, ног. Ну, это тоже там, ну, там, три по местонахождению, или два даже. И там в одном, правда, много следов, но, как бы так, там, по следам мало чего можно понять. В Бетово у нас была замечательная находка. Там вообще удивительно переотложенный слой, весь такой по склону, сползшая, что-то такое. И там вот этот дребезень копаем-копаем, и тут выявляется яма. Вообще, у неандертальцев были крайне не склонны копать ямы. Вот, тут прям такая, хорошая такая, не, ну, кроманьонцев потом копали, причем зря. В таком же климате, там, гигантские, огромные, там, сколько угодно. Ну, вот, а неандертальцев не любили, как бы, для погребения максимум, да? И вот, значит, ну, а там четкая такая яма, прям с заполнением, с темным вырисовывается, мы ее старательно чистим, 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 и когда расчищаем, видим, что у нас получилась такая вот яма характерная, два углубления. Вы можете догадаться, на что это похоже. Не догадываетесь? На попу. Да, вот такого вот диаметра. И как бы мы такие, блин, что это мы такое раскопали вообще? Такое полное впечатление, что пришел неандерталец, так вот сел, так как бы встал, и дальше пошел. Блин, что это? Мы до сих пор в задумчивости. Крысло. То есть заполнение не было ничего, то есть просто вот там, ну, там что-то натекло, да, и вот оно заполнилось. Ну вот, и что это такое? То есть ладно бы там какие-то ништяки лежали, вот, но вот такое бывает. А вот если по-серьезному, чтобы какой-нибудь неандерталец там где-нибудь шмякнулся, хорошо отпечатался, пока нет. Мы с вами, когда 5-6 лет назад обсуждали фильм «Грандиозный Альфа» про вот этого кармагенца, вегана и вообще не так усю, вы мне порекомендовали фильм про, как там он назывался-то? «Битва за огонь». Да-да-да, «Битва за огонь». Я его, кстати, посмотрел, довольно-таки интересный. И вот обсуждали то, что, значит, лечили, да, вот переломы, содержали у себя каких-то людей с дефектами, то есть, да, карлики жили в поселениях, ну, кроманьонцев. Поедин такой пример. Да, ну, тем не менее, да, там какие-то вот, может быть, там пожилые люди, старые. А вот как вообще социальная структура устроена была у неандертальцев, что хотя бы по этому можно сказать уверенно, да? То есть, может, там, не знаю, вот мы тут обсуждали награжденство, многомужество, моногамия, да, там какой-то вот начальники, подчиненные, вот это что-то, какие-то следы этого присутствуют? Очень немного, но из всего, что мы знаем, вырисовывается, что соседи не очень не любили, и там убийства были почем зря, и каннибализм вообще на каждом шагу, а внутри они еще и друг друга жрали. Да, каннибализма там много, прям объективно много, там каждый второй съеденный, на самом деле. Вот, а внутри своего коллектива они друг друга очень любили, потому что среди неандертальцев как раз количество индивидов со всякими там патологиями, приобретенными в том числе, очень большое по сравнению с предыдущими там предками Гильдбургии. Габсбург, я же говорю. Вот, ну вот у меня опять же за спиной, да, вот этот Лешапеллисен, у него зубов почти не осталось, у него там травма на лбу, у него какие-то сломанные ребра, какой-то больной позвоночник, и чего у него там только нету. Ну вот, а это он еще не рекордсмен, а еще есть там Шенидар Первый, у которого там вот такой вот список болельщик, ну вот, и они еще прожили там лет по 45, то есть в принципе это как бы много для них. Серьезно? Ну вот, там чем старше, тем он как бы больнее. А еще есть Шенидар Пятый такой же, там инвалид Шенидар Четвертый тоже такой же. Ну вот, то есть на самом деле они могли себе позволить быть старыми и больными. Ну вот, у них правда старше 45 особо нет, мне вот исполнилось 46, я уже чувствую, что я пережил всех неандертальцев. Простой человек. Ну вот, и вот тем не менее, как бы внутри они любили, но детская смертность большая. Насчет того, какие были семьи, ну вот я уже говорил, что близкоростные браки сплошь и рядом, из такого хорошего материала по симу, это, господи, как оно там называется-то, Эль Сидрон. В Испании есть такая, ну даже не стоянка, как бы скорее местонахождение Эль Сидрон. Там одни неандертальцы съели других неандертальцев. И вот их там 13 было, не зря они так собрались, 13 человек, вот их всех сожрали. И там вырисовывается, что три мужчины взрослых, три взрослые женщины и шесть детей. Ну еще там один, непонятно какой, там от него там один зуб остался, ну какой-то старый человек. Вот. И вот эти три мужчины, три женщины, ну во-первых, они там все родня, мужчины вообще все братья родные. Одна из этих трех женщин просто родная сестра. И две... Этих братьев. Да, да, просто родная, вот их же. И еще две, они двоюродные сестры, ну там две немножко разные линии, как бы, но они двоюродные. Инцест, дело семейное. Это дети вот двух из этих, как бы, женщин. Там третьи, то ли детей не было, то ли разбежались, там их не нашли, как бы, да, но вот по три ребенка на каждую женщину, которая вот с этими же братьями. Ну и вот тут вырисовывается, вроде как моногамия. И по возрастам они хорошо раскладываются, что они прям в парочке складываются очень так замечательно. Ну вот. Ну мы не знаем, может быть там один был, и у него там все эти три жены, как бы, да, остальные были без. Ну это вряд ли, конечно, я сомневаюсь. Ну вот, то есть вот Эль Сидрон, чем прекрасней, это одномоментное захоронение, когда мы не гадаем, да, это вот их одних всех убили в один день, как бы, вот покидали в яму, и вот они у нас готовники лежать. И там костей много. Это вот только антропологи, археологи могут сказать, что когда массовое убийство, это прекрасно, потому что в один день это было 50 тысяч назад. Жалко все-таки, жалко, трагично. Да, а вот именно социальная структура, то есть они вот, вот у них такой прям первобытный коммунизм, или может там какие-то были цари, вожди, какие-то более успешные, богатые товарищи, хотя что там им делись? По погребениям, я уже говорил, инвентаря нет, поэтому это не видно вообще ни разу никак. Но они помнили друг о друге, поэтому, допустим, для Фераси, есть такая стоянка, ну там пещера, там погребение взаимоупорядоченное, то есть там, например, мужчина-женщина, они рядышком лежат, и там параллельно там дети друг за другом лежат, то есть они когда хоронили следующее, они знали, где предыдущий. И показательно, что из палеодиодологических анализов вырисовывается, что питание детей, женщин, мужчин было везде одинаковое. То есть они не разделяли еду вот никак, то есть все жрали, все одно и то же. Ну там в основном мясо, 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 но нет такого, чтобы кому-то мало досталось, кому-то много досталось, или все голодают, вот в альсидроне, то есть голодали, у них там ДНК млекопитающих на зубах нет вообще. Вот соседи тоже, судя по всему, голодали, вот соседи проблемы решили. Вот, но, как бы если уж они поймали там какой-нибудь бизона, да, все едят бизона. Вот, и всем вот сколько там оторвалось, столько и досталось. То есть они друг друга очень любили. Вот внутри, ну это потому, что они все родня, как бы, да, там, что делить-то, как бы, они все друг от друга зависят, более того. Не скажите, у меня с братом постоянно. Если у вас в коллективе три мужика, три тетки, да, то есть каждый человек на весу, на счету, и как бы одного вы потеряете, все помрете, как бы. Вот, поэтому все друг от друга держатся, естественно. Ну и получается у них общины-то небольшие были. Считали специально. В среднем, получается, 25 человек. Ну там где меньше, где больше, там по-разному как бы есть. Но сильно больше практически нету. Ну там, не знаю, человек 40 максимум, там где-то, и то это отдельные случаи. А так вот, ну вот, в Альседроне 13. Огромная благодарность продакшену ProZvuk за великолепное техническое оснащение нашего подкаста. Я рисую себе образ такого большого, значит, бородатого. Бороды же у них были? Как, не большого, а коренастого. Ростом метр шестьдесят пять. Ну, у тебя, ну, большой так. Ну, объемистый, да. Бороды были? Про бороду мы не знаем, объективно. Потому что мы пока не знаем генетику бороды. Ага. Вот у нас геном неандертальцев-то есть, а генетику бороды мы до сих пор не знаем. Ну, генетики не разобрались еще. Удивительно. Поэтому вот как разберутся, будем знать. То есть мы даже, наверное, не знаем, волосатые ли они были или лысые. Не знаю, запасы шеи нет вообще. Слушай, вообще странные существа. Да, ну, в общем. Со склонностью к планете, со склонностью к облосению, между прочим. С немереным количеством мужских половых гормонов, и у женщин в том числе. Поэтому, если они были бородатые, то женщины тоже были, вот как я сейчас примерно. Идеально. Скуфы, как сейчас популярно говорить, да, вот значит, такой большой... Не скуфы. Скуфы, как я себе понимаю это слово, они такие расслабленные, как бы, да, начали на расслабоне. А неандертальцы были суровые. Они все время бегали, все время охотились, орудия делали безостановочные. Они были трудяги, на самом деле. Вы мне дайте довоображать. Значит, сидит такой лысый, бородатый, мощный дядя с этим рубилом, ковыряет эту косточку, потом через 100 тысяч лет ее находят потомки вот этих всяких нелегальных межвидовых связей. И, собственно, я так понимаю, что наверняка, раз там где-то ошивался этот Леонардо да Винчи, да, своего рода, то он мог оставить еще какие-то следы. Потому что, если у него там что-то зудело такое создать, вот, и есть какие-то вот, ну, скажем так, что-то в вашей работе изменилось, чтобы вот мы прямо сейчас будем его искать, как-то вот найдем. Этот код да Винчи фактически новый. Вот ищем, да. Продолжение следует. Мы же это нашли вот как бы год назад, да, а в этом сезоне вот этого года продолжали тот же самый аэроскоп в надежде, что, глядишь, еще что найдется. Но, блин, не нашлось. Но, как, у нас же, я говорю, в год прибывает там метр три. То есть, если он вот здесь бросил кость, это не значит, что он тут же в пределах двух метров еще накидает таких же шедевров. Может, у него там в десяти метрах, а мы до этих десяти метров подойдем еще там через пять лет, может быть. Ну вот. Но у нас есть еще находка. У нас в другом слое, то есть, в другой Леонардо да Винчи есть кримешок вот такой небольшой, тоже с царапульками. Там они не такие прям красивые. На кремне. Тоже накорябанные нарочно. Ага. И тоже нефункциональные. Вот, это еще не опубликовано, это большой-большой секрет. Ну вот, но... Спасибо за такую историю. Но исследование грядет. Просто решили не наглеть, потому что подумали, что если опубликуем сразу как бы в один сезон две такие вещи, то все офигеют, скажут, что-то вы там насочиняли вообще, сами нацарапали. А, ну, а там почерк тот же? Нет. Ну, это вообще, это было за там еще там 20 тысяч лет до. Ага. То есть, кримешок, он древнее. Поэтому это разные люди. Может, предок какой-то. Ну, какой-то да. Этический художественный. В этом смысле да. Потому что там слоев, то я говорю, там как минимум три. И, ну, если уж, да, одну штуку он такую на коряболу бросил, значит, наверное, где-то еще что-то сделал. Более того, там же эта кость, я говорил, она специально обломана. Да, да, да. Там вот эти вот коряболки, да, вот они обрываются, а на самом деле это слом кости. То есть, значит, где-то есть еще вот эти куски, где продолжение следует. Потому что там вот эти скобочки, ну, не исключено, что это же круг был нарисован, на самом деле. То есть, они нарисовали круг, а в нем уже вот эти вот зигзаги всякие. Но вы потом говорите, что они целенаправленно сломали. Да, да. И вот эти вот обломки, где-то же они должны валяться. Вот они же не обязаны сохраниться, но, может, они куда-то там кинуло так в сторону, там, на 5 метров, да. А мы до этих 5 метров сегодня тупо не дошли. Вот, но дойдем. А что это тогда сломали такой шедевр? А вот в этом-то и интерес. То есть, это же как раз, это ритуал. То есть, вообще, в ритуальной деятельности довольно регулярно бывает убийство духа, как бы, да, или там освобождение, наоборот, духа. Когда вот в штуке какой-то, там, в бубне, там, колотушке, еще что-нибудь такое, да, там, какой-нибудь фигурки, живет дух, а чтобы от него избавиться, чтобы он там никого не доставал, надо сломать. Либо он умрет, этот дух, либо улетит куда-то подальше, да, ну, главное, что от нас отстанет. Вот. И убийство вещей шамана, например, это обычнейшее дело, когда вот шаман умирает. Это там по всему планете. Но это у сапиенсов, в современных вообще, там, у людей, да, там, какие-нибудь эти Нагоносаны. Не, ну, должны же они чем-то похожи быть все-таки. А эти неандертальцы 80 тысяч лет назад, то есть 90-е. Вот. Но то, что они целенаправленно сломали, это прямо дофига интересно. То есть вот именно красивая штука, да, что ее ломать-то? А взял и сломал. Не, ну, может, просто пришли какие-то другие нехорошие неандертальцы и сломали. Я думаю, другим плевать было на эти зарапульки. Вот. Но это значит, что они делали какой-то вот ритуал, скорее всего, какой-то. Ну, тут я фантазирую, конечно, археологи, если бы сейчас вот эти наши рассуждения услышали, они нас уже пинали сапогами. Ну, вот, потому что археологи вот, и они говорят, вот мы видим царапульку, а чего она там значит, как бы, мы не знаем. Вот, я вот вижу мамонта, мне нравится, что это мамонт. Я антрополог, мне можно. В формате YouTube-подкаста мы можем хоть рептилоидов предполагать, нам никто ничего не придявит, потому что мы не защищаем научную работу. Ну, сломали нарочно, это археологи сами говорят. Удивительно, конечно. Вот как бы вот эту тайну выцарапасть, да, чтобы понять, что с ним тогда происходило. Может, он сам там, а, как-то не получилось. Ну, может и так. Но для этого надо просто больше искать. Дальше копать. Вот, я говорю, мы там раскапываем, да, ну, там, 3 метра. А сколько там? Ой, я представляю, да. У нас, я говорю, вот этот шурф с кремешком был, ну, метров там, ну, за 20-то не меньше, я думаю, больше там 20 метров. И вот это все тоже стоянка. Сколько там еще всякого валяется? Вот это мы еще как, мы же копаем-то край близкий к реке, там, где самые нарушенные слои. И чем дальше мы идем вглубь, тем интереснее становится, потому что они все более сохранные и цельные становятся. Почему там эта косточка и нашлась? Ближе к реке, там вообще близко ничего такого не было. Ну, там и костей толком не было никаких. Потому что там все уже перемололо. А тут вот они появляются, появляются. У нас там и другие сенсации есть. У нас нашелся слой торфа с растительными остатками с древностью там порядка 60 тысяч лет. Ну, это там более верхний слой немножко. Вот, но вообще древесина с древностью 60 тысяч лет это супер-мега редкая вещь. Их таких на планете, там 10 мест может быть есть, а то и 10 нет. Там, правда, пока нет рукотворных каких-то предметов, но там есть орудие, то есть это точно культурный слой. То есть это была какая-то такая вот топкий берег какого-то этого озерца, по-молодце. И, во-первых, у нас уже теперь есть палеоэкологическая реконструкция совершенно гениальная. Там такой список флоры, что прямо сердце радуется. У нас не было вообще ничего. То есть фауна была еще там какая-то, да, а флоры не было вообще. А теперь у нас полный список флоры. У нас для современного вот этого Хотелева нету списка флоры, а для неандертальцев есть. И, глядишь, они там уронили какую-нибудь рукоятку там ножа. А у них точно были рукоятки, потому что тросологически Ксения это обнаружила. Костяные. Костяные в том числе и деревянные. И такие сякие были. И могли это дело уронить. А могли уронить копье, а могли там еще что-нибудь такое. И вот мы это рано или поздно найдем. Потому что этот торф, он там продолжается, его там только больше становится. Ну, соответственно, там есть вероятность, наверное, найти кого-то законсервированного, кого-то туда прикопали. Ну, нет, ну, там он не настолько творф, что прямо там тушка бы лежала неандертальская. Но косточки могут быть. Там есть косточка птички. Кстати, птички мега редкие вообще в таких слоях. А там то ли уточка, ну, один палеонтолог определил, что утка, но там что-то маленькая косточка. Он по фотке смотрел. Ну, вот надо, конечно, ему вручную донести, но просто еще не дошли руки. У нас рыба есть. Рыба у неандертальцев очень редкая, там в культурном слое. То есть, это, конечно, берег реки, но это не отложение реки. Это там прям рядом с орудиями. Ну, они, наверное, удочками не умели пользоваться. Ну, удочки там фиг знают, но они крайне не склонны были заморачиваться на рыбу. Ну, потому что если у вас есть выбор там бизон, мамонт или рыба, да, какой-нибудь карась там, ну, как бы выбор очевиден. Там чушевые сжатся, да, там кости. Тем более, это речная же рыба, там что она, какие-то окуни. Поэтому, а тут есть. То есть, это один из там буквально там, может, пяти что ли случаев, где есть рыба у неандертальцев. То есть, Хотелево, это просто кладезь. Это я говорю, это все на расстоянии там несколько метров буквально. А еще у нас там километр, как бы, ну, это там не единственный аэроскоп у нас там, даже в этом году было два. Но, как бы, там километр еще такого добра. И еще в глубину там неизвестно сколько. Я вот один момент уточню. Вот кажется, да, все это очень интересно и круто, ну, вот просто вообразите себе найти рыбьи кости в роскопе. Это же их еще надо понять, что это рыбьи кости. Не сломать это как-то. Это работа, не знаю, это даже не ювелирная. Это какая-то микроскопическая работа. Пальцами, руками давать. Я хотел еще напоследок спросить. Вот, значит, вечная мерзлота, достаточно холодно, да, лето тоже не очень теплое, насколько я понимаю, да. Как в Центральной Якутии примерно климат. Вот, как у них вообще обстояли дела с всякими веселяющими веществами. То есть, ну, например, с алкоголем, да, потому что, ну, даже обезьяны вот эти забродившие фрукты едят. Ну, у них есть фрукты. Ну, во-первых, они едят, нет, потому что они там сильно любят, а просто бывает, что забродившие фрукты. Вот, а у неандертальцев ничего такого не было. Это почему-то регулярно спрашивают вопрос. Резвый некий. Вот, что-то все хотят оправдать свой алкоголизм или что, но не было у них ничего такого, потому что не могло быть. Единственный прикольный пример, это на одной стоянке, сейчас не вспомню название, не суть, есть на эмали, на зубном камне, вернее, вот на эмали зубов неандертальца, споры мухомора. Ага. Вот, это есть. То есть, ну, тут как бы споры мухомора, они могли просто в воздухе летать. То есть, в принципе, вот сейчас мы вот так вот взяли, и тут споры каких-нибудь грибов в 100% найдутся. Ну вот, но мухомора. Ну вот, так что, там, правда, есть куча съедобных видов мухомора, если что, вот, которые вполне себе даже там какие-то цены считаются. Вот, ну, может быть, вот какой-то жиралый мухомор, как бы, как вариант. Вот, ну, это одна такая находка, в общем-то, и есть. Я не пытаюсь оправдать свой алкоголизм, потому что у меня его нет, слава богу. Я просто пытаюсь предположить, вдохновился человек, что-то там увидел, решил нарисовать. Алкоголь не вдохновляет. Алкоголь за творческие способности убивает. Есть полным-полно примеров, когда был творческий человек, начал пить, значит, для ватронирования, а потом спился, вообще лакарство, и все. То есть не пейте, не надо. Неандертальцы и Станислав Дробышевский не рекомендуют употреблять всякие нехорошие вещи. Станислав, огромное спасибо, что нашли на нас время. Я с ребятами поговорю, мы постараемся, наверное, в следующем году к вам ворваться, с камерами, мешать вам работать всячески. А снимать летописи? Да, снять, потому что это на самом деле поразительная вещь. Самое бы было клевое, снять момент обнаружения. Я вот всегда за то, чтобы приезжающий, к нам регулярно кто-нибудь приезжает что-нибудь снимать, и там поснимает, поснимает, и, глядишь, свалил. А потом бац, мега сенсация, а он где-нибудь там на базе чилит. А мы в Гнездово именно так и сняли. Надо непрерывно этим заниматься. Вот, это прямо работа должна быть. Ну, в Гнездово прямо сняли, как девочка нашла бусину, вот эту, и она сама ей 18 лет. Поразительно, она молодая совсем, это у нее первый раз в жизни выезд такой, и она нашла, и это вот горящие глаза, это интересно. Занимайтесь антропологией, археологией. Ейте в Хателево. Еще раз огромное спасибо, надеюсь, что мы еще с вами повторим беседы о новых сенсациях Хателева. Есть не только неандертальцы, если что, тем-то много. Мы-то с радостью, Станислав, это вас невозможно поймать. Меня трудно поймать. Прекрасно знаете, да. Ну, спасибо, до свидания. До свидания. Ну, а с вами мы увидимся в следующий раз. До новых встреч. Спасибо большое. Очень рад был увидеться. Прям соскучился по нашим беседам. Автограф можно? Спасибо. 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 Продолжение следует...